Поскольку современные студии звукозаписи и вещательные студии включают в себя множество как цифрового, так и аналогового оборудования, то встает необходимость контроля пиковых уровней как цифрового, так и аналогового сигнала. В связи с этим недавно европейские и американские регулирующие органы, комитеты по стандартизации, ввели стандарты для измерения пиковых уровней и уровней громкости, которые называются BS-1770 и R-128. Они были приведены к общему знаменателю, и они рекомендуют измерять уровни громкости с учетом человеческого восприятия, так и true-peak уровни, то есть пиковые уровни аналогового сигнала. Для вычисления таких пиковых уровней аналогового сигнала внутри компьютера, без использования цифроаналогового преобразователя, рекомендуется производить оверсэмплинг цифрового сигнала, то есть повышение его частоты дискретизации, как минимум в 4 раза. После того, как проведено повышение частоты дискретизации, замеряются обычные пиковые уровни цифрового сигнала с повышенной частотой дискретизации. Метод такого оверсэмплинга однозначным образом не предписан, хотя рекомендуется использовать фильтры с линейной фазой. В связи с тем, что могут использоваться немножко разные фильтры в различных индикаторах уровня true-peak, возможно, чуть-чуть разное показание на одном и том же сигнале. Это следует учитывать. Как правило, они достаточно близки, но минимальное расхождение возможно. Отобразить пиковые уровни сигнала можно и в приложении Изотоп Rx. Для того, чтобы это сделать, есть два способа. Первый – это загрузить ваш файл и зайти в окно «Статистика уровней сигнала» – Waveform Statistics. После вычисления уровней будет показан пиковый уровень сигнала в цифровых отсчетах и true-peak – уровень сигнала, который в данном случае, как вы видите, выше, чем цифровой пиковый уровень. Второй способ – увидеть пиковые уровни аналогового сигнала, который восстановлен по цифровому, или вот эти самые пики, которые иногда еще называются межсэмпловые пики, потому что они по времени приходятся не на цифровые отсчеты, а на интервалы времени между ними. Так вот, второй способ их увидеть в Rx – это в настройках приложения включить опцию «Отображение аналоговой волны». После некоторого просчета вы, кроме синей волны, увидите красные верхушки. Вот эти вот красные верхушки как раз вам и покажут пиковые уровни аналогового сигнала, которые могут превышать цифровые отсчеты, которые показываются синим цветом. В данном случае превышение составляет приблизительно полдецибела. Поговорим о том, каким образом можно контролировать аналоговые пиковые уровни сигнала. Для того, чтобы ограничить пиковые уровни или true-пиковые уровни сигнала, существуют лимитеры. Если традиционные цифровые лимитеры ограничивали только цифровые пиковые уровни сигнала, то некоторые современные лимитеры способны производить внутренний оверсамплинг и ограничивать аналоговые пиковые уровни. При этом я рекомендую всем самостоятельно убедиться в том, что конкретный выбранный лимитер способен ограничить эти пиковые уровни, используя либо оверсамплинг, либо отображение сигнала в изотоп Rx. Некоторые из таких лимитеров хотя и заявляют о функциональности, но она реализована не в полной мере. Давайте я покажу пример, каким образом можно использовать лимитер в программе изотоп Озон, в плагине изотоп Озон, для того, чтобы ограничить пиковые уровни сигнала. Сейчас мы настроим максимайзер для того, чтобы он ограничивал пиковые уровни сигнала. И включим опцию InterSample Detection. Это как раз и есть ограничение пиков сигнала. И запускаем обработку. Сейчас происходит пересчет аналоговых пиков. И, как видите, все красные пики теперь оказались не выше, чем синие пики. То есть аналоговые пиковые уровни оказались не выше, чем цифровые пиковые уровни. Поговорим теперь о том, каким образом пиковые уровни сигнала могут меняться при обработке. Например, при обработке сигнала эквалайзером. Часто встречается вопрос. Я использовал эквалайзер так, что эквалайзер работает только на подавление. Почему пиковые уровни моего сигнала возросли? Этому может быть несколько причин. Первое — это то, что эквалайзер может, несмотря на то, что он производит подавление в одной полосе, в его амплитудно-частотной характеристике может быть резонансный пик, который усиливает некоторые частоты вблизи полосы подавления. Но даже если этого нет, эквалайзер может смещать фазы сигнала, благодаря чему гармоники расходятся и пиковые уровни могут повышаться. Даже если вы используете линейно-фазовый эквалайзер, который не изменяет фазовых соотношений компонент сигнала, просто изменение соотношения амплитуд различных частотных компонент сигнала может приводить к тому, что пиковые уровни сигнала увеличатся. Если ваш эквалайзер работает на подавление, вы можете быть уверены в том, что RMS, или среднеквадратичный уровень сигнала, будет уменьшен. А насчет пикового уровня никаких гарантий дать нельзя. Аналогичная ситуация, если вы убираете из вашего сигнала смещение постоянного тока, или DC-offset. Поскольку этот фильтр, убирающий DC-offset, тоже является разновидностью эквалайзера, подавляющего низкие частоты, можно ожидать, что пиковые уровни вашего сигнала могут измениться. В том числе они могут несколько увеличиться от такой операции. Еще один распространенный пример — это операция преобразования частоты дискретизации сигнала, или ресамплинг в другую частоту дискретизации. Такая операция включает в себя фильтрацию, и поэтому, как вы уже понимаете, может изменить пиковые уровни сигнала, в том числе в сторону увеличения. Это стоит учитывать, если вы сначала применяете к своей записи лимитер и нормализуете ее под 0 дБ, а затем пытаетесь изменить частоту дискретизации. После изменения частоты дискретизации может возникнуть клиппинг в связи с тем, что пиковые уровни изменились. Давайте рассмотрим еще один пример, каким образом меняются пиковые уровни прямоугольной волны. Вот она у меня здесь. Сейчас я отключу аналоговую волну. Вот прямоугольная волна. Можно рассмотреть также ее спектрограмму. Она состоит из нескольких гармоник. Сейчас мы посмотрим, как изменение спектра прямоугольной волны изменит ее пиковый уровень. Вот спектр. Основная частота тут 441 Гц, и дальше идут нечетные гармоники. Попробуем в этой волне эквалайзером удалить все гармоники, кроме основного тона. Устанавливаем частоту среза фильтра на 500 Гц. Посмотрите после фильтрации, как изменился пиковый уровень. Он явно повысился. Квадратная волна, прямоугольная волна стала синусоидой. Рассмотрим теперь ситуацию, когда ваша фонограмма конвертируется в формат сжатия с потерями, такой как MP3 или Dolby Digital или Advanced Audio Coding, то есть ААЦ, формат, который используется в магазине iTunes. Когда сигнал претерпевает компрессию, компрессор не только применяет к сигналу фильтры, но еще и аппроксимирует форму волны сигнала более простой формой волны. Поэтому в результате такой операции, как вы уже знаете, пиковые уровни сигнала могут существенно возрасти. Если взять запись типичной рок-песни, которая была лимитирована с максимальным уровнем минус 1,3 дБ, и сохранить ее в MP3, то после раскодирования MP3 пиковые уровни сигнала будут выглядеть следующим образом. И они будут превышать исходные. Если мы запустим статистику уровней на исходном сигнале, то мы увидим, что пиковые уровни минус 1,3 дБ цифровые и минус 0,2, минус 0,3 дБ аналоговые. Если мы запустим ту же операцию на раскодированном из MP3 файле, то цифровые пиковые уровни уже будут почти что 0 дБ, а аналоговые уровни будут превышать 0 дБ в данном случае. О чем это нам говорит? Это говорит о том, что при кодировании файла в MP3, а также если есть вероятность, что ваш файл будет закодирован в MP3, а сейчас ни один файл не может быть гарантирован от того, что кто-нибудь не закодирует его в MP3, следует учитывать, что пиковые уровни могут измениться, и это приведет к клипированию при раскодировании файла. Поэтому желательно проводить нормализацию чуть ниже, чем под 0 дБ. Причем, чем ниже битрейт кодирования, тем больше искажений компрессор вносит в файл, а значит, тем сильнее могут измениться пиковые уровни. Учитывать также следует и то, что некоторые кодеры MP3, например, LAME, содержат в себе понижение уровня сигнала именно с тем, чтобы избежать клипирования. Например, если кодировать в LAME в некоторых режимах с битрейтами меньше 128 кбит в секунду, то LAME понижает уровень сигнала предварительно на 0,49 дБ. Это можно учесть. Итак, мы рассмотрели, каким образом пиковые уровни сигнала вычисляются, каким образом стандарт BS1770 описывает аналоговые уровни сигнала, и каким образом можно следить за тем, чтобы пиковые уровни сигнала не изменились при операциях над сигналом и не вызвали клипирование сигнала. До встречи на следующей версии.